Фиатная валюта и Битпэй. Платежная система для биткоина. На прошлой неделе комитет вернулся к заслушиванию свидетелей, непосредственно связанных с одной из цифровых валют биткоином. Биткоин посольство, канадский биткоин альянс и биткоин фонд. Сегодня мы рады приветствовать господина Андреаса Антонополоса, считающегося биткоин гуру. Как подсказали нам несколько предыдущих свидетелей, господин Антонополос является как предпринимателем, так и автором в области биткоина. Он является выпускником компьютерных наук Университетского колледжа Лондона. Его опыт включает биткоин, криптовалюты, информационная безопасность, криптография, облачные вычисления, центры обработки данных, Linux с открытым исходным кодом и разработка программного обеспечения для роботов. Он является автором более 200 статей, опубликованных в печати и распространены по всему миру. Кроме того, он является сертифицированным специалистом по безопасности информационных систем более 12 лет и является постоянным ведущим веб-трансляции «Давайте поговорим о биткоине», посвященные биткоину. Господин Антонополос также является активным оратором, выступая недавно на выставке «Биткоин-экспо» в Торонто, которая была ранее в этом году, на котором, я должен сообщить комитету, наши аналитики также присутствовали. Он буквально, уважаемый комитет, буквально написал книгу о биткоине, которая называется «Освоение биткоина. Высвобождение цифровых валют». Я с большим удовольствием передаю слово господину Антонополосу для его вступительного слова, за которым последуют ваши проницательные вопросы. Господин Антонополос, добро пожаловать. Ваше слово. Спасибо, председатель и члены комиссии. Я ценю возможность внести свой вклад в это разбирательство о цифровой валюте. Мой основной опыт лежит в области информационной безопасности и сетевой архитектуры. У меня есть степень магистра в области сетей и распределенных систем, и я работаю в этой области с 1992 года. Я провел 20 лет работы над сетями и центрами обработки данных для компаний, предоставляющих финансовые услуги, прежде чем я открыл для себя биткоин в 2011. Последние два года для меня работа с биткоином является основной. Также я написал книгу о биткоине для разработчиков ПО. Сегодня я рад возможности поговорить о безопасности биткоина, децентрализованной архитектуре, лежащей в основе безопасности биткоина, а также о последствиях этой архитектуры для конфиденциальности, расширения прав и возможностей отдельных лиц, инновации и регулирования. До открытия биткоина в 2008, безопасность и децентрализация звучали как взаимоисключающие концепты. Традиционные модели для финансовых платежных систем и банковских услуг опираются на централизованное управление для достижения безопасности. Архитектура, на которую опирается традиционная финансовая сеть, строится вокруг центральной власти, таких как расчетная палата. В результате, безопасность и власть должны быть сконцентрированы в этом центральном игроке. В итоге, модель безопасности выглядит как концентрические круги с ограниченным доступом к центру и с ростом доступности по мере отдаления от центра. Однако, даже самый удаленный от центра круг не может позволить себе полностью открыть доступ. В такой модели безопасности система надежно защищена, управляя доступом и обеспечивая то, что подключаться могут только проверенные лица и организации. Организации, приближенные к центру традиционных финансовых систем, имеют огромную силу, действуя с полной властью, и поэтому подлежат очень тщательной проверке, регулированию и надзору. Централизованные финансовые сети никогда не могут быть полностью открыты для инноваций, так как их безопасность зависит от контроля доступа. Действующие в таких сетях лица охотно используют контроль доступа для подавления инноваций и конкуренции, называя это безопасностью клиентов. Централизованные финансовые системы хрупки, требующие многоуровневого контроля и регулирования для предотвращения действующими лицами злоупотребления своими полномочиями и властью ради собственной выгоды. К сожалению, централизованные архитектуры современных финансовых систем концентрируют власть, создающие удобные отношения между инсайдерами отрасли и регулирующими органами, что часто приводит к захвату регулирующих органов, отсутствию надзора, коррупции и, в конечном итоге, финансовым кризисом. Биткоин и другие цифровые валюты основаны на технологии блокчейн и фундаментально отличаются. Модель безопасности блокчейн-валют децентрализована. У этой сети нет центра. Отсутствует центральная власть, нет концентрации власти и отсутствует игрок, наделенный безусловным доверием. Вместо этого ключевые функции безопасности возложены на конечного пользователя. В данной архитектуре безопасность является свойством, увеличивающимся из-за коллаборации тысяч участников сети и не являются функцией одиночного участника. Помимо отличий в самой архитектуре, есть фундаментальное отличие в природе самих платежей. Такие цифровые валюты, как биткоин, больше похожи на наличные, чем на счет в банке или кредитные карты. Передача стоимости в биткоине является толкающим механизмом, а не тянущим механизмом, как в кредитных картах, дебетных картах и в большинстве систем платежей. Платеж в биткоине не является авторизацией снятия средств твоего аккаунта. Наоборот, это отправление точной суммы в виде токена стоимости напрямую к заданному получателю. Единственная транзакция не авторизует никаких будущих транзакций и не раскрывает идентификацию пользователя. Сама по себе транзакция неизменяемая и неотменяемая. Поэтому биткоин-платежи могут передаваться в открытом виде без шифрования, через любое соединение и могут храниться на незащищенных системах, не боясь быть скомпрометированными. Уникальная архитектура и механизм платежей биткоина имеют важные последствия для доступа к сети. Инновации, конфиденциальности, расширение индивидуальных прав, защита покупателей и регулирование. Если злоумышленник имеет доступ к сети биткоина, у него не будет никакой силы над сетью и возможности компрометировать доверие сети. Это значит, что сеть биткоина может быть открытой для любого из участников, без проверки, аутентификации или идентификации и предварительной авторизации. Сеть не только может быть открытой для всех, но также может быть открытой для любого программного приложения, опять же без предварительной проверки или авторизации. Возможность инновации без разрешения на границе сети биткоин является той же фундаментальной силой, которая в течение 20 лет бешено двигала интернет-инновации, создавая огромную ценность для экономического роста возможностей и рабочих мест. Децентрализованный характер биткоина обеспечивает защиту потребителей самым мощным и непосредственным образом, позволяя пользователям биткоина напрямую контролировать конфиденциальность финансовых транзакций. Биткоин не вынуждает пользователей раскрывать свою идентификацию при каждой транзакции и доверять цепочке якобы проверенных посредников, кому нужно доверять контроль доступа, безопасное хранение, защиту данных транзакций, а также уязвимые данные учетных записей. Транзакции биткоин никогда в себе не содержат уязвимые данные учетных записей. А пользователи биткоин могут защитить приватность своих транзакций, без необходимости рассчитывать или доверять любым третьим лицам. Так как в биткоине доверие не принадлежит централизованным действующим лицам, то нет необходимости в центральном регулировании и надзоре. При правильном проектировании финансовые сервисы биткоина не будут уязвимы к центральной точке отказа, которая сделала бы необходимым значительное регулирование и контроль. Наоборот, вся власть лежит на конечном пользователе, чьи интересы в наибольшей степени совпадают с защитой собственных средств. Хотя личные биткоин-кошельки могут стать целью и быть скомпрометированы, если не защищены должным образом, сама же сеть биткоин не подвержена централизованным системным рискам. Вопреки распространенному заблуждению, биткоин не является нерегулируемым. Наоборот, некоторые аспекты сети биткоин и финансовой системы подчиняются математическим алгоритмам. Алгоритмическое управление биткоина позволяет пользователям предсказуемые, объективные и измеряемые результаты, такие как предсказуемый уровень эмиссии монет. Эти результаты не являются предметом прихотей централизованных институционалов или комиссий, оба подвержены коррупции и часто действующие вне демократических интересов. Пользователь биткоина может с уверенностью предсказать объем денежной массы на 30 лет вперед, вместо того, чтобы цепляться за тонкую интонасу одного единственного прилагательного, высокопоставленного чиновника Центробанка, который значительно может изменить скорость печати денег целой страны в течение лишь одной недели. Децентрализованная архитектура биткоина не всегда в полной мере соответствует ожиданиям и опыту пользователей, а также регуляторов, так как никогда до этого не было крупной, безопасной и децентрализованной сети. Совмещение децентрализации и безопасности является новшеством, лежащее в основе биткоина. В попытках понять методы защиты пользователей, надзора, аудита и регулирования биткоина, есть риски того, что многие будут пытаться применить известные ранее модели к этой системе цифровой валюты. Все эти модели централизованы и предназначены для надзора централизованных финансовых систем. Централизованные решения будет легче понять. Они кажутся знакомыми, однако, они и неэффективны, и неприменимы к этой новой распределенной финансовой сети. Я призываю вас не поддаваться соблазну применения централизованных решений к этой децентрализованной сети. Централизация биткоина только лишь ослабит безопасность. Приглушите его инновационный потенциал, удалите его самые опасные, но в то же время многообещающие функции, и вы заберете власть пользователей, передав ее должностным лицам. Не получится защитить пользователей путем удаления встроенных в биткоин характеристик безопасности, требуя идентификации пользователей и добавляя механизм контроля доступа поверх сети биткоина. А затем передача этих идентификаторов в цепочке посредников только лишь повторит неудачи прошлого. Путем образования единой точки сбоя в сети, в которой сейчас ее нет. Мы не сможем защитить пользователей, отнимая у них возможность контролировать собственную конфиденциальность и просить снова доверять тем же самым посредникам, которые ранее терпели так много неудач. Большинство сбоев в безопасности сети биткоина является результатом ошибочных попыток централизации и лишения пользователей контроля в новой децентрализованной финансовой сети. У нас появилась возможность изобрести новые децентрализованные механизмы безопасности, основанные на таких инновациях, как условное депонирование с несколькими подписями, смарт-контракты, аппаратные кошельки, децентрализованный аудит и алгоритмическое подтверждение резервов. Это новые децентрализованные инструменты регулирования и безопасности, которые наиболее подходят для децентрализованной цифровой валюты. Спасибо за возможность обратиться к этому комитету. Что ж, мистер Антонополос, спасибо за ваше вступительное слово. Оно определенно повлияло и вызвало ряд вопросов. Но перед тем, как мы начнем слушать вопросы сенаторов, возможно, я обратил внимание на один момент. В своем сообщении вы сообщили комитету, что децентрализованная модель безопасности блокчейн-валют явно безопасна и финансовые сервисы биткоина, не подверженные рискам централизованного сбоя, что потребовало бы надзора и регулирования. В итоге, насколько я вас услышал, вы пришли к заключению, что к данной валюте не должны прикасаться руки государственные и другие правительственные учреждения. И цитирую, централизация биткоина лишь ослабит его безопасность. Но очень внимательно слушая ваше выступление, я не услышал и не заметил, чтобы вы сделали хотя бы одно упоминание о нелегальных действиях, использующих криптовалюты, такие как биткоин. И меня это удивило, что вы не упомянули отмывку денег, финансирование терроризма и другие нелегальные использования в связи с анонимной и открытой природой биткоина. Мне кажется, вы утверждаете в вашей презентации, что сеть биткоин является открытой для любого участника без необходимой проверки, идентификации или аутентификации и без предварительной авторизации. Я допускаю, что возможное неправомерное использование биткоина в плохих целях очень сильно беспокоит как канадцев, так и этот комитет. У вас будут какие-либо комментарии на этот счет, а также, возможно, ответите на вопросы и других сенаторов? Абсолютно. Я полагаю, что есть очень большое заблуждение в том, что использование биткоина анонимно и сама сеть биткоина также является анонимной. Наоборот, центральная главная публичная книга позволяет любому участнику посмотреть на все транзакции, которые образуются в сети. И хотя эти транзакции не обязательно привязаны к какой-то личности, но используя механизмы традиционных правоохранительных органов, когда личность, проводящая определенную транзакцию, установлена, данная транзакция может быть отслежена по всей сети. Следовательно, сеть не обеспечивает еще большую анонимность, а по факту даже легче внедрить инструменты значительной прозрачности и ответственности, нежели достичь значительной анонимности на сети биткоина. Более того, биткоин не является очень удобной сетью для подобного применения. Основной объем подобных действий осуществляется с применением наличных вместо доллара. И я не вижу биткоин основным локомотивом в настоящий момент для подобной нелегальной деятельности. Я вижу невероятный потенциал в использовании биткоина среди более чем 6 миллиардов людей по всему миру, имеющих ограниченный доступ к международным валютам, к международным банковским и торговым системам. И я думаю, такое применение значительно перекрывает маленькое меньшинство нелегального использования данной валюты. Спасибо за ваши комментарии. И я перехожу к своему списку. Да, тоже вопрос, как это работает. Может и мы попробуем, или... Когда будет его очередь, мы вернемся к этому вопросу. Сенатор Блэк, затем сенатор Кэмпбелл. Большое спасибо, председатель, и большое спасибо, господин Антонополос. Крайне признателен вам, мистер Антонополос, за то, что вы здесь. Я нахожу то, что вы говорите, очень интересным. Позвольте мне обозначить прежде всего то, что я надеюсь от вас понять. Я заинтересован в том, чтобы понять, что необходимо для того, чтобы данная инновация продолжила свое развитие. Таково мое послание, верное оно или нет. Но основываясь на изначальных вопросах председателя, у меня есть несколько вопросов к вам. Когда CA Vortex давала показания перед этим комитетом, они заявили, что хотели бы, чтобы законодательное регулирование биткоина наступило как можно быстрее, чтобы внести ясность в классификацию биткоина. Они считают и высказали это комитету, что данное решение позволит процветанию биткоина в Канаде. В вашем выступлении вы сказали, что биткоин не следует подвергать централизованному регулированию, так как это замедлит инновацию. Учитывая, что другие группы также поддержали утверждение CA Vortex. Помогите мне с несоответствием, которое я слышу между тем, что говорит CA Vortex и тем, что сегодня сказали вы. Безусловно. На мой взгляд, лучшим способом помочь биткоину заключается в обеспечении ясности, в восприятии биткоина. И то, что биткоин, по сути, не вынужден самоискажаться под действием государственных регуляторов, которые были разработаны банками для банков, либо с учетом традиционных финансовых моделей, которые в основном централизованы. И признать, что биткоин, будучи программными деньгами, с такими возможностями, как цифровая мультиподпись условного депонирования, имеет намного больше гибких путей, отвечая на запрос необходимости защиты покупателей. Например, в традиционной банковской среде, до тех пор, пока вы не держите наличные в своих руках, любой счет, которым вы обладаете как клиент, является депозитарным счетом. Что значит, деньги на этом счету находятся в трасте банка. А вы взамен имеете фактически обещание того, что на завтрашнее утро деньги будут на месте. Банк управляет полностью всеми средствами. Биткоин обеспечивает гораздо более широкий диапазон контроля между потребителем и учреждениями финансовых услуг, которые они могут использовать, начиная с полного децентрализованного контроля, когда конечный пользователь является единственным, кто имеет полный контроль над деньгами, до полностью депозитарных счетов, когда финансовое учреждение имеет полный доступ к ключам, а у пользователя их нет. Между этими двумя вариантами есть и модели гибридные, когда банк может иметь роль подтверждающую, но не может изменять направление самой транзакции, а просто одобряет транзакции. И таким образом, внутри этого очень широкого набора возможностей, очевидно, что некоторые аспекты должны быть регулированы. И здесь я имею в виду следующее. Если симитировать традиционную финансовую среду с депозитарным счетом, где вы полностью контролируете средства пользователя, то эти средства теперь находятся за пределами модели безопасности биткоина. Они больше не защищены контролем пользователя над ключами. Они больше не защищены блокчейном. Они теперь находятся в серой зоне, где на них не распространяются нормативные требования аудита достаточности капитала, требования безопасности средств контроля и так далее. Но также они не защищены и моделью безопасности биткоина. И у нас уже были такие примеры, приведшие к катастрофе. Почти все биржи, подвергшиеся атаке на биткоин, имели аналогичную полностью депозитарную модель. Но это не единственная существующая модель. Существуют цифровые кошельки биткоин, где пользователь имеет полный контроль над средствами. Есть кошельки с контролем, полностью принадлежащим пользователю, но для транзакции необходима дополнительная подпись. Внешней организации, выступающей как риск-менеджер, чтобы гарантировать, что даже если система пользователя будет скомпрометирована, деньги не будут украдены, то есть гибридные. И если вы объедините все это под единым унифицирующим регулированием, предполагая, что все это похоже на банк, то вы упустите возможность создать лучшие решения с этими новыми программными деньгами. Таким образом, я верю, что определенные модели использования биткоина должны законодательно управляться. Но если управление средствами пользователя будет централизовано, то это учреждение подвергнет пользователей риском. Но в целом, децентрализованная модель, где пользователь имеет полный контроль над своими средствами, а учреждение не может украсть его деньги в соответствии с теми же правилами, не только ошибочно, но и не оставляет возможности для дальнейшего развития этой технологии. Могу ли я задать следующий вопрос? Благодарю вас. Что вы можете посоветовать этому комитету с точки зрения установления правил, если такие есть? Я полагаю, что данная технология находится все еще на очень ранней стадии. Говоря не только про само открытие биткоина, но и про уже имеющееся развитие. Например, возможность создания транзакции, требующей мультиподписи, где может быть до 20 различных подписей для одной единственной транзакции. При этом транзакция может управляться любой комбинацией из этих подписей. Эта возможность появилась в 2012, 4 года спустя, после изобретения биткоина, а стала полностью реализована или полностью доступна только в 2013. Так что в биткоине уже появляются новые, захватывающие, программируемые возможности для безопасности пользователей. Я думаю, просто этой технологии нужно некоторое время. Ей нужно время, чтобы показать весь потенциал возможностей для децентрализованных программных денег. До этого времени, я считаю, открывая эти возможности, проводя четкие различия, где технология позволяет, между централизованными и децентрализованными режимами работы, например, понимая, что эти нюансы могут создавать ниши, где новые игроки могут прийти на рынок финансовых услуг и внедрить инновационную конкуренцию, и, говоря честно, даже перебои в работе для банковской системы, пытаясь использовать новые модели для защиты пользователей, которые, на мой взгляд, превосходят те, которые у нас есть сегодня. Так каков ваш ответ с точки зрения того, что данный комитет должен предпринять, если вообще должен? Ждать, пока данная технология не будет лучше понята всеми нами. И также понять, что обращение и работа с нюансами данной технологии должны производиться очень аккуратно, потому что слепое восприятие этого как валюты, чем это не является, это сеть для денег. Воспринимать технологию как единственное приложение – это валюта биткоин. Что не так? Есть много приложений на данной технологии. Задушат данную технологию на самом раннем этапе. Благодарю. Спасибо, председатель. Спасибо, сенатор Блэк. Сенатор Кэмпбелл. Следующий – сенатор Грин. Спасибо, председатель. И большое спасибо за сегодняшний визит. Я помню, когда у меня появился IBM Selectric с клавишами EXP и Backspace. Так что я мог исправлять буквы. И я думал, круче этого уже ничего не может быть. Просто невозможно. И это мое… Мне сейчас 67. Это мое поколение. Будет ли справедливо сказать вам, и вы сказали, этой технологии нужна передышка. Мой вопрос, будет ли справедливым утверждать, что молодое поколение усвоит это лучше, чем мое поколение. Я бы сказал, что это применимо для любой новой технологии. И вы полагаете, будет справедливым сказать, например, «Я очень сомневаюсь, что я освою биткоин». Я даже сейчас это не до конца понимаю. А у нас уже 11-я встреча. Везунчик Пол Смок. Да, Пол Смок. И сенатор Масакут Смок. Но я знаю, когда разговариваю с людьми, с молодыми людьми о этом комитете, у них вообще совершенно не возникает никаких вопросов. Они такие, вот куда мы отправляемся. Вот таким образом мы туда придем, и мне было сказано, не совать туда свой старый нос. Потому что... И я думаю, что вы объяснили это. Сколько времени займет эта передышка? Насколько это затянется? Я имею в виду, как быстро эта технология дойдет до нас. Я бы оценил расположение биткоина примерно на том же месте, что и интернет в 1992-м. И в 1992-м, когда я использовал имейл, требовался опыт командной строки в Юниксе, подключения к мейнфрейму, и это было очень-очень сложно. Да. Приблизительно 10 лет спустя, это достигло массового распространения, особенно среди молодежи. И спустя практически точно 20 лет, моя мама получила свой первый iPad и отправила свой первый имейл. Для технологии потребовалось время, чтобы превратиться из чрезвычайно эзотерической прерогативы кого-то, работающего в отделе компьютерных наук, до момента, когда это могла сделать моя мама одним пальцем. И она признается, что она технофоб. Так что этому может потребоваться время. Но что я могу сказать с уверенностью, что в этот раз это произойдет примерно в три раза быстрее. Потому что в этот раз мы не разворачиваем физическую инфраструктуру. У нас уже есть интернет как средство распространения данной технологии. Так что я думаю, что в течение 8 лет мы уже увидим приложения для мейнстрима, которые будут гораздо безопаснее и легче в использовании. Которые позволят использовать биткоин пользователям таким образом, чтобы использование ощущалось очень комфортным. А сейчас мы просто до этого не доросли. Окей. И всего лишь еще один вопрос. Мой вопрос в том, что если вам не нужен централизованный надзирательный орган, кто будет обеспечивать... Кто... Вы сказали, что внешний пользователь и конечный пользователь управляют всем процессом. Если никто не может узнать, кто является конечным пользователем, то как мы можем быть настолько уверены, что не увидим ИГИЛ или других террористических организаций, используя это как метод передачи средств по всему миру? Я твердо верю, что возможность положительного использования этой технологии на сегодняшний день перевешивает очень маленькую, маленькую возможность отрицательного использования этой технологии. Правда в том, что ИГИЛ, вероятно, использует палеты с наличными деньгами, которые они украли у союзников во время царствия своего террора. И это не биткоин. Я думаю, что это на самом деле вопрос понимания ограничения технологии, которая может обеспечить экономическую доступность для миллиардов людей, у которых сейчас ее нет. Точно так же, как технология сотовой связи позволила целым нациям перескакивать через стационарные линии и земли в сфере технологий и достижения коммуникаций, которые были бы немыслимы. Биткоин может сделать то же самое для банковского дела и финансов. И это может расширить возможности миллиардов людей по всему миру в таких областях, как денежные переводы, международные финансы, международный кредит, доступ к ликвидности, доступ к кредитам и тому подобное. И, как и любая технология, эта технология будет отражать общество. И будет очень и очень маленькое меньшинство, которое будет пытаться использовать его во зло. Но я полностью уверен, что должным образом обученные правоохранительные органы смогут отследить средства в сети биткоин, аналогичен тому, как они могут и в традиционных финансовых сетях. Вероятно, даже еще больше, чем они могут это сделать в традиционных финансовых сетях. Более того, я считаю, что биткоин самый открытый и прозрачный из всех криптовалют, которых уже более 500. И я полагаю, что если биткоину не будет предоставлена возможность для работы таким образом, чтобы расширять возможности людей, в конечном итоге криминал перейдет в более серые, незаметные и менее открытые валюты и будет использовать их. Спасибо. Большое спасибо за ваш визит. Очень вам благодарен. Спасибо. Спасибо, сенатор Кэмпбелл. Далее, сенатор Грин, а за ним сенатор Масикот. Спасибо большое за ваш визит. Это, безусловно, самая интересная тема. Мы обсуждали за все мое членство в этом комитете. Я был буквально поражен. И об одном моменте я думал прошлую ночь, по мере того, как читал ваш доклад. Это идея, которая пришла ко мне в голову, и я хочу попросить вас ее прокомментировать. Вот она. Биткоин и связанные с ним валюты не поддаются взлому, потому что там нечего взламывать. Это утверждение является верным? И мне интересно, если оно верно, то могли бы вы объяснить это очень простыми словами, так как представляю, что нас смотрит очень большое количество людей. Личные кошельки биткоина, мой кошелек, могут быть взломаны. И на самом деле у нас есть этому примеры. Сама система в целом взломана быть не может. И причина, почему я это утверждаю с уверенностью, в том, что за последние пять лет, и особенно за последние полтора года, общая стоимость средств, отправленных через эту сеть, превысила пять миллиардов американских долларов. В людях, пытавшихся взломать биткоин, недостатка не было. На самом деле, все, что мы и видели, это биткоин изменил саму динамику киберпреступности и взлома. Он усилил атаки. Он создал цель для хакеров, которая является чрезвычайно подвижной и находится на компьютерах людей. И они пытались воспользоваться преимуществом этого. Я знаю, что биткоин взломать невозможно просто потому многие люди пытались это сделать безостановочно за последние пять лет и не смогли. Так что есть огромная разница между самой системой в целом, которая является динамической системой и отвечающая на попытки взлома. И личными кошельками. И я думаю, что вы видите очень похожую линию развития интернета. Я помню времена, когда взломщики могли на целый день положить сайт Yahoo и Microsoft и Google. А сейчас они больше этого не делают. И не потому, что они перестали пытаться, а потому, что динамическая система, которая постоянно подвергается воздействию угрожающих раздражителей, выработает защитный механизм и станет все более и более устойчивой к этим типам атак. Этот концепт часто называют антихрупким. Он становится динамически устойчивым к таким атакам. И биткоин не статичен, он постоянно развивается и продолжает постоянно сопротивляться атакам лучше и лучше. Большое спасибо. Было очень интересно. Вы упомянули, отвечая на предыдущий вопрос, что помимо биткоина существует еще около 500 других криптовалют. Каков размер биткоина по сравнению с этими 500? Являются ли они серьезным конкурентом или это всего лишь подражатели? Я бы сказал так, в большей своей части это подражатели. Мое личное мнение на этот счет заключается в том, распределение криптовалюты с точки зрения размера рынка и распространения у пользователей подчиняется принципу длинного хвоста или обратно экспоненциально, где подавляющее большинство сосредоточено в нескольких крупных и может быть в нескольких валютах. А затем у нас есть потенциально длинный хвост, который простирается, чтобы охватить тысячи более мелких валют. И динамика возможности создавать валюту по своему усмотрению порождает среду, в которой в будущем будут буквально тысячи, возможно десятки тысяч разных валют. Но только немногие будут иметь экономическую жизнеспособность и рыночную стоимость. Но это не поменяет сути. На мой взгляд, люди будут создавать валюты аналогично тому, как сейчас они создают интернет-мемы. И во многих случаях они и будут интернет-мемами. Это уже случалось с валютами. Так что происходящее сейчас является лабораторией, в которой творится эволюция и новаторство, где проверяются новые идеи, и некоторые из лучших результатов часто представляют собой катастрофические неудачи в небольших масштабах и формирующие будущее биткоина. Это потрясающе. Вы предвидите время, когда в интересах экономического развития или другой причины, что национальное государство решит отказаться от своей собственной валюты и примет биткоин? Это сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, сама природа валюты меняется. И таким образом, я думаю, что если вам нравится идея экономики или организации, которая принимает валюту, являющуюся интернетом, и это международная организация, то, я думаю, это будет иметь еще большие последствия, чем национальные валюты. Биткоин уже крупнее, чем некоторые национальные валюты, а в будущем может стать еще больше важным в экономической активности, чем десятки более мелких национальных валют. Я предвижу, что в будущем национальные центробанки будут использовать технологию блокчейн для поддержки национальных цифровых валют. Великолепно. Спасибо. Спасибо, сенатор Грин. Следующий – сенатор Масикот. За ним – сенатор Уэллс. Спасибо, председатель. Спасибо за то, что вы пришли к нам. Определенно, это очень интересно и полезно. Позвольте мне продолжить вопрос нашего председателя. В вашей презентации было упоминание, что вы предостерегаете от того, чтобы даже рекомендовать любые формы идентификации. И, по-моему, вашей аргументацией было… Ваши обоснования были тем, что блокчейн всегда виден и прозрачен, но то, что не видно в сети – это кто за ней стоит. И вот почему я предполагаю, что люди с какими-то нибыло нелегальными целями готовы его использовать и, возможно, уже используют этот механизм, чтобы, по сути, пересылать и отмывать деньги. И я принимаю вашу позицию, когда вы говорите, что я признаю, что это плохо. Но, пожалуйста, не сомневайтесь в этом вопросе и не вводите ограничительные меры, потому что полезность этих мер по идентификации того, кто стоит за этими переводами, меньше, чем полезность для общества при свободном развитии. Это так, потому что в блокчейне все видно, кроме личности человека. О чем, я думаю, и спрашивал председатель. Здесь есть два момента. Первый. Попытки навязать привязку личности к биткоину будут, на мой взгляд, неэффективны, потому что всегда найдутся каналы, через которые можно будет осуществлять неидентифицируемые транзакции в биткоине или других валютах. Это одновременно уберет одно из основных преимуществ. Сенатор, сегодня я получил три автоматических телефонных звонка от отдела по борьбе с мошенничеством Виза, потому что я использую свою карту в Канаде. Они звонили мне в течение всего дня. И это со мной происходит всегда, когда я путешествую. И это является симптомом того факта, используя идентификацию, которая позволяет другим воровать с моего счета, привязанного ко всем транзакциям, которые я делаю, к любой активности, которую я делаю. Я не только лишаюсь своей конфиденциальности, но и рискую своей персональной финансовой безопасностью, каждый раз используя карту. Эта система не жизнеспособна. Каждые несколько недель в новостях я вижу новости, что еще одна компания потеряла данные 50 миллионов кредитных карт и идентификаторов пользователей. И для среднего потребителя это значит месяц необходимой защиты личности и возможного риска. Это посредники, которые обрабатывают наши идентификаторы. И что мы видели за последние десятилетия, что такая защита информации с системами безопасности, предотвращающая подобные кражи, невозможна. Ошибка является привязкой личности к каждой транзакции и создание систем, которые могут постоянно снимать деньги с наших счетов. Биткоин фундаментально отличается. И чтобы сломать это с целью привязки личности, что позволит любому легко это преодолеть, если у них имеются плохие намерения, не приведет к еще большей нашей защите, но приведет к ущербу пользователей. Выводом может быть то, что вы признаете, что такая форма системы может поощрять отмывание денег. Но вы говорите, что с этим согласны, но пожалуйста, с этим ничего не делайте, потому что преимущество для сообщества от этой формы переводов важнее. Это ваша позиция. Я вас правильно понял? Моя позиция в том, что разработка технологии блокчейн на самом деле позволяет использовать любую из этих систем для злого умысла без идентификации. И нет ничего, что могло бы остановить кого-либо от использования этого. Или даже пытаться остановить. Скорее, это навредит большему количеству пользователей, использующих это с добрыми намерениями. Позвольте мне поговорить с вами. Наверное, мы немного старше вас. И каждый раз, доживая до определенной отметки в жизни, и если посмотреть на центробанки, мы же банковский комитет, они каждые 20-30 лет придумывают новые теории либо о денежной массе, либо о росте денежной массы, либо о контроле над инфляцией, и всегда это контроль за деньгами. А затем, спустя 20-30 лет, мы узнаем, простите, мы ошиблись. Ну, то есть, другими словами, дерьмо случается. И с учетом сказанного, когда я смотрю на ваш алгоритм, а вы как бы говорите, что собираетесь предсказать необходимый рост этой валюты, он будет меняться, но вы все делаете правильно. Но я очень сильно подозреваю, что через 20-30 лет вы можете сказать «Хм, я ошибся». Теперь подскажите мне одну или две вещи, в которых вы, возможно, ошиблись, говоря это. Глядя в будущее, скажите две слабости, о которых вы могли бы сказать «Я мог ошибиться» и «Возможно, я ошибся». Я думаю, что будет полезным понять, что кредитно-финансовая политика биткоина – это всего лишь возможный единственный рецепт. И что биткоин и другие подобные валюты позволяют нам реализовывать денежные рецепты по желанию, а затем закреплять их на месте для каждой из этих валют. И если денежный рецепт биткоина окажется неверным, люди перейдут на другую валюту, которая имеет аналогичные характеристики и децентрализованную организацию, но с другим денежным рецептом. Это лишь один выбор из множества возможных. Я не знаю, правильно ли это или нет, но что будет через 30 лет, я знаю точно с биткоином. Я могу сказать с точностью до миллионных дробной части после запятой, каков объем валюты будет существовать у биткоина и даже через 140 лет. И что это дает? Неважно, нравится ли вам этот рецепт или не нравится, согласны вы или нет. Это дает уверенность, это дает предсказуемость. И это позволяет людям корректировать свои ожидания, независимо от того, верная ли это денежная политика или нет. И с этой новой моделью вы можете создать свою собственную валюту, у которой будет другая политика, и если она лучше, она победит. Это открытое соперничество. Предложение определено формулой алгоритма. Ну, например, люди как наш председатель захотят купить, а предложение ограничено. Но пропорционально росту спроса, кто знает? Никто не знает. Таким образом, цена этой валюты может колебаться безмерно, если что-то пойдет не так, потому что очевидно, что алгоритм предсказывает резонно, насколько он может рост в будущем, но оно может быть другим, и возможно объем определен, но не цена, поэтому если образуется большое колебание, это может препятствовать использованию. Абсолютно. И сейчас волатильность, я думаю, является результатом низкой ликвидности биткоина. Но биткоина очень специфичный рецепт. Этот рецепт заключается в том, чтобы повторять кривую предложения такого драгоценного металла, как золото. И это очень специфическая денежная теория. Теперь, если есть другая денежная теория, вы можете создать другую валюту, используя технологию блокчейн. Вы даже можете создать валюту на технологии блокчейн, в которой денежный объем определяется комитетом 12 центробанков. А затем пригласить пользователей ее использовать. И даже она будет более прозрачной, чем текущая денежная система. Спасибо, председатель. Спасибо. Сенатор Уэллс, а после него сенатор Рингет. Большое спасибо, председатель. И я рад быть сегодня здесь. Кого-то сегодня заменяя. И ранее сегодня мы созванивались друг с другом, и вы сказали, что это будет интересная встреча комитета. И так и есть. Господин Антонополос, благодарю вас за ваш визит и за ваши ответы. Кто является самыми большими недоброжелателями для биткоина? И почему они являются его врагами? Я не уверен насчет самых больших недоброжелателей биткоина, но я могу сказать, что я, как и все другие страстные приверженники, которых я знаю, начинали как недоброжелатели. Я думаю, важно заметить, что моя первая реакция на первое понимание или первое определение биткоина было такое. Это бестолковые деньги, и они не могут работать. На самом деле, когда Сатоши Накамото изобрел биткоин и сообщил об этом в почтовой крипторассылке, все вокруг отреагировали примерно одинаково. Окружение сторонников, которое сейчас насчитывает миллионы, состоит полностью из тех людей, которые вначале относились к этому крайне скептично. Отличие в том, моя реакция была, когда я первый раз это увидел. Затем я прочитал документацию и понял, что это не валюта. Это децентрализованная сетевая модель для финансовой безопасности и доверия, которая позволяет иметь валюту, но также позволяет и массу других вещей. И это буквально взорвало мне мозг. И я понял это гораздо больше. Так что все мы начинали как скептики. Не знаю, все ли скептики со временем стали сторонниками, но я вижу, что большинство людей, кто смотрит на биткоин внимательно, быстро понимают, что это гораздо больше, чем в этом видят взгляд. Хорошо. А что будет самой большой угрозой для роста биткоина? Будет ли это преодоление людей страха перед неизвестностью? Или аспект безопасности? Уровень доступных технологий или отдельные узлы, которые могут не иметь той безопасности, которую имеет вся система? Я думаю, что существует несколько очень серьезных проблем безопасности, связанных с владением и контролем биткоина, ключи и биткоин-кошельки конечного пользователя. Истина в том, что мы занимаемся информационной безопасностью уже несколько десятилетий. И как индустрия, данная индустрия не очень-то эффективна. Выполняйте задачи, защищая ли номера кредитных карт или биткоин для конечного пользователя. Хорошая новость заключается в том, что этот риск разделен на части, поэтому с течением времени системного риска нет. С течением времени, я думаю, мы продолжим развитие и увидим более безопасные механизмы, такие как аппаратные кошельки, подобные тем, что уже начали появляться на рынке. И для каждой проблемы, которые я вижу в биткоине, как предприниматель, одновременно я вижу и невероятные возможности. Я думаю, что если вы вернетесь назад и посмотрите на историю подрывных технологий, типа этой, в 1994 году выходили десятки и десятки статей о том, как интернет потерпит неудачу, потому что никто и никогда не сможет ничего найти в интернете. Знаете, Сергей Брин и Ларри Пэтч решили, что это возможность, а не проблема. Я думаю, в биткоине каждая из этих проблем также, вероятно, очень инновационная новая финансовая индустрия, которая может предлагать решение. Хорошо, спасибо. У меня есть еще один вопрос, председатель, если позволите. Окей. Из миллионов пользователей биткоина в настоящий момент, кто будет являться самой большой группой пользователей международных финансовых транзакций или кто сейчас самый большой пользователь или тот, у кого наибольшее количество монет? Честно говоря, я думаю, что существует несколько статистических обзоров, которые дают некоторые представления об этом. Я не уверен в точных цифрах. Я думаю, самое распространенное использование биткоина – это благотворительная передача, пожертвования и чаевые. И я бы сказал, что сейчас демографическая ситуация очень похожа на ранний интернет. Биткоин – это очень узкая демографическая группа профессионалов в области технологий. Я могу точно сказать, что в этом пространстве много ботаников, но она просто идет по тому же пути, что и любая другая технология. Со временем она становится все более и более привлекательной для более широкой демографической группы. Для меня сейчас наиболее интересный вопрос в том, что биткоин может сделать для развитых западных стран, потому что у нас есть достаточно сложные банковские системы. Я очарован идеей возможности развернуть биткоин на многофункциональном телефоне Nokia в Кении, в Лагус, Нигерия, и вывести в глобальную экономику людей, которые никогда не имели доступа к финансовым услугам и международным кредитам. И кто теперь может быть связан со всеми остальными в мире на равных. Это меня очень воодушевляет. И я думаю, в этом и есть самая большая потребность, которую биткоин может удовлетворить. Окей, спасибо. Спасибо, председатель. Спасибо, сенатор Уэллс. Следующий сенатор Рингетт, а за ним сенатор Мэридитт. Спасибо, председатель. Больше всего меня впечатлило. И я думаю, когда вы начали рассказ с того, что 20 лет вы проработали с сетями и дата-центрами для компаний по финансовым услугам, внезапно я подумала, они должно быть ужасно, хотят вас нанять обратно. Так что он не продается. Нет. Учитывая весь ваш багаж знаний, которые вы собрали о криптовалюте, что бы вы предположили для создания и разработки аналогичной криптовалюты? Я не уверен, что я понял вопрос. Но, как вы сами сказали, существует около 500 различных криптовалют в различных сетях. Что могло бы послужить причиной для разработки и создания криптовалюты, подобной биткоину? Что ж, каждый день кто-то решает, что биткоин – это неправильный ответ, а у него есть лучшее. И они начинают путь выбора, попытки строения лучшей криптовалюты. То, что позволила технология блокчейн сделать, это реализация очень естественного стремления людей создавать валюту как форму языка, как форму выражения стоимости, которая существует в каждом обществе, будь то до исторические времена с бусами и перьями, до современности с деньгами компании, ценными бумагами, корпоративными сертификатами и всеми прочими формами денег, существовавших до федеральной национализации монопольных денег. Это возможность не только создания валюты, но и того, что эта валюта мгновенно, с момента ее создания, является глобальной, безопасной, быстрой, предсказуемой и прозрачной. Эти возможности означают, что 10-летний человек может создать валюту. Эта валюта будет такой же безопасной, как валюта, созданная монархом несколько веков назад. Точно так же, как интернет открыл настольное издательство, а также возможность связи для обычных пользователей, и открыл возможности, которые ранее были компетенцией только тех, у которых были печатающие прессы размером с футбольное поле. Технология блокчейн демократизировала доступ к созданию валюты, и в результате любой, у кого есть желание создать валюту по серьезным или совершенно тривиальным причинам, теперь может это сделать. Эта валюта становится мгновенно, глобально, безопасно и неподделываемо. И бесплатно. Да, бесплатно. На самом деле, вы просто заходите на веб-сайт и создаете рингеткоин. На сегодня за 1,5 биткоина. Очень маленькая сумма в любом случае. А очень скоро это будет бесплатно. И я предвижу, что мы с вами увидим монеты, созданные детьми, артистами, певцами, футбольными командами, и большинство из них будут лишь иметь эффект развлечения и ценность развлечения. Но некоторые нас удивят, попадут в наш мир и будут иметь экономическую ценность. Так что это меняет фундаментальное отношение между людьми и использованием валюты как формы выражения. Второй вопрос. И у меня есть... Ладно. Вы сказали, что личные кошельки биткоина могут быть целью мошенников и скомпрометированы, если защищены недолжным образом. Как можно защитить должным образом биткоин-кошелек? Сейчас с очень большой сложностью и при помощи очень больших технических навыков. Что является одной из проблем, которую будет необходимо решить в последующие несколько лет, чтобы сделать биткоин более доступным для обычных пользователей. Сейчас это сложно сделать, потому что компьютерные системы не предназначены для защиты денег, имеющих чисто цифровую форму. И хранятся, скажем, на вашем айфоне или вашем домашнем компьютере. Для экспертов и специалистов существуют новые устройства, которые уже появились. Например, кошельки, которые полностью встроены в аппаратное решение. Это маленькие устройства, которые вы подключаете к своему компьютеру, а все ключи биткоина хранятся только на нем. Я, к примеру, напечатал свои ключи биткоина на бумаге и убрал их в огнеупорный сейф. А запасную копию я храню в депозитарной ячейке банка. Что иронично. Потому что я защищаю свой биткоин, помещая в хранилище банка. Но создание физической копии позволяет мне обеспечить наилучшую форму безопасности, которую я знаю, как использовать. Потому что физическая безопасность – это то, с чем мы знакомы. Информационная безопасность возросла, и причина этому биткоин. Сейчас происходит очень много открытий, что очень воодушевляет. Окей. Третий вопрос. Вы указали, что человек может приобрести биткоины в одиночку. И как это сделать? Что ж, уже есть компании, которые внедряют процесс, который называется peer-to-peer займы, что существует и для традиционных валют. Например, для традиционных валют существуют компании, такие как LendingClub.com, куда я могу зайти и дать деньги в долг, например, парню из Америки. В итоге он процент заплатит меньше, если бы пользовался кредиткой, а я получу процент больше, если бы я использовал депозитарный сертификат. И если я диверсифицирую выданные деньги в долг, и в каждую выдачу буду инвестировать небольшую сумму, то я буду испытывать довольно низкий уровень дефолтов. теперь такая модель может использоваться глобально. Я могу выдать деньги в долг с помощью биткоина, и уже есть компании, которые это делают. Кому-то в любой точке мира. И в таком случае, вероятно, я буду выдавать в долг деньги на 2-3 тысячи займов. И таким образом дефолт по одному займу не затронет полностью мой портфель. Таким образом, диверсифицируя риски. Это имеет огромное влияние на мировую кредитную систему. Так как позволяет получать кредиты людям не только из развивающихся стран, но и людям из развитых стран. позволяет инвестировать свои деньги напрямую. Да. Заемщикам. Без посредников. С гораздо меньшими затратами. И это уже происходит. Но у вас есть посредник. У вас есть эта организация, которая как бы направляет то, что вы собираетесь дать в долг. И то, что люди хотят получить. Так что у вас есть. Сегодня у нас есть. Да, все верно. Но с помощью биткоина, это одно из невероятного, что сейчас происходит. Многие традиционные финансовые услуги могут быть перестроены, переосмыслены на полностью децентрализованный манер без посредников. Этот концепт – депосредничество, исключение посредников, напрямую соединяя покупателей, продавцов, потребителей, кредиторов, заемщиков, покупателей и продавцов. Без посредников. Это волшебная сила биткоина. Вот что это изобретение позволяет нам делать. Без необходимости создание первичной доверительной организации. С помощью биткоина мы можем получить полностью децентрализованный рынок для займов и кредитов. Одновременно глобальный, практически мгновенный, позволяющий получить доступ к огромному объему кредита. И это очень будоражащая перспектива. Окей. Что? С вашей точки зрения. И, председатель, это мой последний вопрос. Если Канада решит и примет некоторые регуляционные ограничения, как нас и просили некоторые свидетели, а мир за этим не последует. Например, страны Большой Семерки не примут аналогичные регуляционные ограничения. Какие будут за и против в такой ситуации? О, это очень интересно. Уже сейчас мы видим большую разрозненность в регулировании. У нас есть регулирующий орган в штате Нью-Йорк, который взял на себя инициативу по регулированию на основе закона штата Нью-Йорк. Регулирование, которое очень похоже на традиционное банковское регулирование и не очень хорошо подходит для биткоина. Одновременно с этим будут и другие формы регулирования. И в конечном итоге в Соединенных Штатах мы, скорее всего, получим лоскутное одеяло из местных и федеральных правил штата. И я думаю, что аналогичную картину мы увидим во многих странах. Технологии биткоин и ей подобные могут оперировать вне границ очень и очень эффективно. И поэтому компании, работающие с биткоином, могут переехать в места с меньшими ограничениями и создавать рабочие места, изобретать и расти в местах, где регулирование в наибольшей степени посвящено в нюансы и потребности компаний, работающих с биткоином. Так что Канада и другие страны, которые относятся к этому регулированию осторожно и внимательно, вместо того, чтобы спешить, открывают возможности создания среды для привлечения таких компаний и привлекают одну из индустрий, которая, честно говоря, создает сегодня тысячи рабочих мест, чего нельзя сказать о большинстве других индустрий. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Сенатор Меридит. За ним заместитель председателя, сенатор Эрвью Поэт. Большое спасибо, председатель. Большое спасибо за вашу презентацию. По мере прочтения ваших заметок вчера вечером, это продолжение того, что мой коллега только что упоминал о регулировании. Наш комитет, комитеты здесь, в Сенате, стремятся выдвинуть рекомендации и итог правительству, которые, мы надеемся, в итоге станут законом, чтобы защитить канадцев. Вы рассказывали о лицах, которые были взломаны. И компании, которые вы упоминали ранее, тратили миллионы и миллионы долларов на создание безопасности, чтобы защитить эту информацию, переданную им их клиентами. И мы видим, насколько они уязвимы. И как они теряли эту информацию. Крупнейшие банки, только спустя несколько месяцев, они сообщили, что их взломали, к удивлению их клиентов, чьи кредитные карты и данные хранились у них. А сейчас вы защищаете децентрализованную систему. В то время как традиционная банковская система основывается на всех мерах безопасности, принятых для защиты потребителей. А мы защищаем канадцев. Итак, давайте вернемся к тому, как мы будем делать это в будущем с биткоином. И что вы предлагаете? Я понимаю логику, стоящую за доступностью, тем более, если мы говорим о странах, таких как Африка. И о планах в областях, где мы видим революцию мобильных телефонов и то, как это изменило динамику общения, а также транзакций. Так что поговорите с нами об аспекте безопасности и о том, как мы будем действовать в отношении защиты канадцев, которые участвуют и которые будут участвовать в большем количестве транзакций в будущем. Один из больших недостатков регулирования в традиционной среде заключается в том, что централизованное хранение идентификаторов и централизованное регулирование приводит к централизации рисков. Поэтому, когда такие организации, как Home Depot или Target подвергаются взлому и теряют личные данные 60 миллионов потребителей, то причина образования такого огромного ущерба заключается в первую очередь из-за того, что они хранили 60 миллионов записей. И вместо этого, если бы каждый из этих 60 миллионов потребителей подвергся прицельной атаке и был успешно взломан, вероятность развития такого события гораздо-гораздо меньше. Поэтому преимущество децентрализованной среды заключается в отсутствии центрального репозитория важных данных, денег, хранилища, хранилища, содержащего идентификационные данные людей, которые могут подвергнуться атаке одновременно. Биткоин предлагает модель другую, где риск и контроль вынесены и помещены в руки пользователя. И результатом этого получается система, которая гораздо более устойчива к системному риску. Однако это значит, что сам по себе пользователь получает огромную силу и с этим огромную ответственность. Такой контроль подвергает их индивидуальному риску. Как мы сможем этот риск снизить? Инновации уже снижают этот риск. С одной стороны, у нас есть повышенное воздействие на человека одного за другим. Но с другой стороны, у нас есть программные деньги. И факт того, что эти деньги программные, позволяет нам изобретать совершенно новые модели безопасности. Такие как эти специализированные устройства, которые хранят ключи, которые никогда не подвергаются контакту с интернетом. Либо это транзакции с мультиподписью. Когда для того, чтобы отправить деньги, необходимо использовать несколько подписей для этого действия. А эти подписи могут содержаться, например, на двух устройствах, которые принадлежат пользователю. Так что одновременно транзакция должна быть одобрена этими устройствами. Например, ноутбук и мобильный телефон, обеспечивающий гораздо больше уровень безопасности. Вы можете иметь вторичные или даже третичные элементы контроля, хранящиеся на бумаге или на устройстве, которое хранится в автономном режиме в хранилище дома в несгораемом сейфе. Это самое простое, что мы сейчас делаем. Но на основе этой технологии мы уже видим компании, которые предоставляют услуги потребителям, где они будут просматривать каждую транзакцию, которую совершает потребитель, и предоставлять третью подпись для авторизации этой транзакции на основании оценки рисков. И в этом случае у компании нет депозитарного контроля над средствами, они не могут забрать средства пользователя. Все, что они могут, это подписать или не подписать транзакцию. Они предоставляют оценку рисков и все. Это очень интересные модели. Модели, которые ранее мы никогда не исследовали. Потому что ни у пользователей не было достаточного контроля, ни сеть не была достаточно открытой, чтобы позволить такие типы эксперимента. А лежащая в основе технология была недостаточно гибкой. Так что у меня уже есть огромная вера в это. Только за последние два года, когда эта технология стала мейнстримом, количество инноваций вокруг этой конкретной проблемы значительно ускорилось. И я думаю, что мы постепенно начинаем выигрывать с точки зрения защиты кошельков конечных пользователей. Так что конкретно в этой среде требовать от пользователей идентифицировать каждую транзакцию, а затем помещать все в центральное хранилище, аналогично тому, как требует регулирование Нью-Йорка, на мой взгляд глупо. Потому что это лишает нас единственной возможности подумать о том, как сделать это по-другому. И снова нас подвергает тому же системному риску, централизованных точек сбоя и рисков, которые у нас есть с кредитными картами. Так что я надеюсь, что рынку позволено разработать эти решения. Двигаясь дальше, мой коллега, сенатор Блэк, поднял тему, связанную с необходимостью передохнуть для технологии. И вы также об этом упоминали. Но, каков, на ваш взгляд, может быть приемлемый временной интервал для нас, чтобы смочь посмотреть на, хотя, очевидно, сейчас она развивается, эволюционирует. Однако, мы полагаем, что все-таки какие-то регулирования должны быть применены аналогично тому, как регулируется интернет. С точки зрения конфиденциальности и с точки зрения запроса доступа к информации. Итак, с точки зрения времени на передышку. Если бы мы приняли какое-то законодательство, сообщите нам свое мнение о том, как бы это выглядело для управления биткоином и его транзакциями. На мой взгляд, если мы с вами посмотрим на эксперименты с интернетом и возможности для интернета развивать свои собственные модели для саморегулирования были невероятно успешны. Потому что это принесло очень много добра всем людям. На самом деле иронично, что Сенат Соединенных Штатов наконец решился начать регулировать спам. Это был тот же год, когда технология решила проблему сама. В некоторых случаях ожидание является лучшим решением. Я не думаю, что есть большая проблема с доступом пользователей к биткоину с точки зрения рисков, которые ложатся на пользователя. Однако есть некоторые области, в которых, я полагаю, ваш комитет может внести ясность. И первое – это определение понятного различия между централизованными депозитарными учетными записями и децентрализованными моделями, на которых оперирует биткоин. Не смешивая их вместе. Централизованные депозитарные аккаунты опасны для пользователей. Они приносят пользователям абсолютно те же риски, что и централизованные финансовые учреждения. Только в этом конкретном случае надзор и контроль равен нулю над этими компаниями, потому что они оперируют вне банковской среды. Так что, когда мы смотрим на Vertex, который пришел сюда и просил регулирования этой среды, это очень разумная идея, потому что Vertex полностью контролирует ключи пользователей и оперирует на традиционной централизованной депозитарной модели. Однако, на мой взгляд, сохранение возможностей для развития децентрализованных решений и признание того, что они не являются не такими же рисками для пользователя, не требующими или эффективно использующими регулирование, так же как депозитарные учетные записи, позволят открыть очень много возможностей для инноваций в этой среде. Я также считаю, что очень важно выделить и исключения. Например, уже есть исключения в текущем законодательстве с точки зрения обмена в небольших количествах для личных целей. Например, если я хочу обменять небольшое количество американских долларов на канадский доллар где-то на углу улицы, то меня не арестуют за работу с наличными без наличия соответствующей лицензии. Так что я считаю, важно признать, что в небольших масштабах и для личного использования должна быть ясность закона, которая четко говорит, вам не требуется лицензия, а персональное использование как покупателя не попадает под банковское регулирование, потому что это будет очень полезным позволением для дальнейшего развития этой технологии. Последний вопрос, председатель. Вы сообщили о злоумышленниках и их небольшом проценте. Какие в настоящий момент у вас есть инструменты для борьбы с людьми, которые угрожают системе? Традиционные правоохранительные органы невероятно успешные в отслеживании и остановке такой активности внутри сети снова и снова. И по сей день я не слышал какой-либо необходимости в том, чтобы изменять процесс того, как работает сеть. и, по сути, такое требование будет удовлетворено без каких-либо изменений сети, потому что она глобальна и не находится под контролем одного человека. Я контролирую биткоин не больше, чем кто-либо еще контролирует биткоин. Таким образом, сама по себе сеть обеспечивает достаточный уровень прозрачности для использования правоохранительных органов. Спасибо. Председатель, большое спасибо. Заместитель-председатель, сенатор Эрвью Поэт, за ним сенатор Тикачик. Спасибо. И с учетом того, что ни я, ни до меня никто не говорил на французском, я буду задавать вопросы на французском. Вы можете сказать, есть ли в настоящее время страны, которые признают биткоин и осуществляют над ним контроль? Я полагаю, что есть несколько стран, в которых использование биткоина было признано по-разному, на разных уровнях законодательного процесса и судебного процесса. С точки зрения признания того, что биткоин фактически является деньгами, на которые распространяются одни и те же правила и положения в отношении налогообложения и обращения. И что также он несет определенные свободы, такие как свобода, свобода объединения и свобода выражения мнений. Так что во многих странах биткоин вписывается комфортно в имеющиеся финансовые системы. Хотя мне и не известно о том, что это потребовало бы специального законодательного регулирования, либо какие-то из стран законодательно регулировали биткоин специфически. Еще один короткий вопрос по теме, которая поднималась ранее. Если бы на этой неделе сенатор ренгет выпустил ренгеткоин, а я бы был председателем, и у меня был бы биткоин уже некоторое количество месяцев, то я хотел бы знать, какова была бы стоимость одного по отношению к другому. Разнообразные валюты, которые сейчас существуют, связаны друг с другом на основании рыночного свободно изменяющегося курса. И этот рыночный курс определяется путем трейдов между различными людьми. на биржах, на которых эти валюты могут быть свободно куплены и проданы. Это в точности такой же механизм, на основании которого определяются курсы между американским и канадским долларом. Или между любой другой валютой в современном мире. Все эти валюты обладают свободно изменяющейся рыночной стоимостью. Я бы сказал, что при наличии достаточно низкого уровня ликвидности, присутствующей на рынке, будет довольно сложно установить адекватную цену, которая бы представляла реальную стоимость этой валюты. И поиск такой цены будет достаточно сильно затруднен и будет выливаться в очень и очень большой уровень волатильности. Но по мере роста биткоина, а также других валют, волатильность сокращается. На самом деле, волатильность биткоина сегодня совсем не отличается от волатильности нефти в течение первого десятилетия или открытия того, что нефть можно использовать в качестве заменителя топлива вместо, скажем, китового жира, который использовался в то время. Мы это наблюдаем для новых технологий, тогда как рынок развивается, он начинается с огромной волатильности. Но со временем, по мере увеличения объема и ликвидности на рынках, волатильность снижается до тех пор, пока эти валюты не станут чрезвычайно стабильными. Для мировой валюты капитализация в 5 миллиардов долларов ничтожно мала, поэтому я ожидаю, что биткоин будет оставаться волатильным в течение многих лет. Я думаю, что сенатор Ренгет подумает над этими 5 миллиардами. Обсуждалась тема, а именно вопрос безопасности и использования биткоина. Мы парламентарии, и мы проводим это исследование здесь в парламенте. По завершению этого комитета я буду участвовать в финансовом комитете. И мне было бы интересно узнать, когда дело доходит до контроля, который правительства могут осуществлять. Если все операции проводятся в биткоинах, а стоимость постоянно меняется, то как правительство сможет использовать свою фискальную власть? Граждане этого правительства будут осуществлять прямой контроль над валютой через свои собственные решения о покупке и через контроль над своими собственными частями валюты. Так что во многих случаях, как я и упоминал ранее, биткоин не является нерегулируемым. Он регулируется как математикой, так и динамическими рынками, существующими среди его участников и пользователей. Как цена биткоина, его собственность в коммерческих транзакциях, так и его использование, управляются непосредственно конечными пользователями. И эти конечные пользователи, вероятно, являются одними и теми же составляющими. Поэтому если эти составляющие смогут осуществлять прямой контроль над валютой, то они это и сделают. Мой последний вопрос. Мы говорили с вами о стоимости в июне, а будем сдавать нашу налоговую декларацию в апреле. Какую бы стоимость мы использовали, если бы хотели сделать конвертацию для подачи в налоговые органы? Поскольку, конечно же, необходимо подавать налоговую декларацию, для этого необходимо установить стоимость. И если есть серьезные колебания, я так понимаю, что суммы невелики, и не так много налогоплательщиков с огромными доходами. Допустим, средний Канадец зарабатывает 45 тысяч в год. Какова будет стоимость, которая будет отнесена к выручке за январь, февраль, март и так далее? Как можно было бы отслеживать и контролировать этот тип декларации о доходах и прибылях? Это очень хороший вопрос, и он относится к области, в которой ясность законодательного регулирования будет крайне полезна. Большую часть своего заработка я получаю непосредственно в биткоине. И с октября прошлого года я заработал очень мало с точки зрения национальной валюты. Мне платят в биткоине, и я оплачиваю свои затраты непосредственно в биткоине. Для целей налогообложения я воспринимаю биткоин как заработки, полученные в иностранной валюте. Аналогично тому, если бы я работал по контракту на европейскую страну и получал бы оплату в евро. Я оценю рыночную стоимость этой транзакции, по которой получу доход по текущей рыночной цене. А затем уплачу налоги налоговому органу уже в национальной валюте, что является основной властью налогового органа принуждать пользователь пойти в той валюте, в которой этот орган решит. Но здесь есть небольшие сложности. В случае использования валюты, классификация и налоговый код зависит от того, как я валюту использую. Например, если я использую свою учетную запись брокера для покупки евро в целях инвестирования, а затем спустя два месяца продаю эти евро, получая прибыли, то с этой прибыли я буду платить налог на прирост своего капитала. Однако, например, если я поеду в Париж и буду использовать евро для покупки билета в, например, местный парижский зоопарк, а цена и стоимость евро с момента моей покупки евро и к моменту покупки на них моего билета, то прирост капитала не образуется. Это будет восприниматься как использование валюты, и поэтому это воспринимается по-другому. И налоговый код достаточно гибок для того, чтобы позволить мне декларировать должное использование и должную классификацию налога в зависимости от того, как я это использую. В настоящий момент, по крайней мере в Соединенных Штатах, есть закон, который говорит, что биткоин является товаром с налогообложением прироста капитала, что, на мой взгляд, является неправильным. Однако, если бы биткоин был классифицирован как чисто деньги, это было бы также неправильным. На мой взгляд, правильно было бы, что в зависимости от того, как он используется. Если как долгосрочное инвестирование, то очевидно, что он является капиталом с приростами и убытками. А если для оплаты покупок, то он определяется как валюта с точки зрения обмена. И налоговая система позволяет мне делать декларацию честно в зависимости от того, как я использовал валюту. Или платить штрафы, если я заполнил декларацию неверно. Так это работает с любой другой валютой. Таким образом, это область, в которой ясность будет экстремально полезна. Потому что позволит использовать такую валюту, как биткоин, аналогично использованию любой другой валюты по всему миру. Спасибо. Спасибо. Сенатор Тикачек, а за ним Сенатор Мальтей. Приветствую вас, мистер Антонополос. И спасибо. Спасибо за ваши показания. Сегодня у нас выдался интересный день. Скажите, другие виртуальные валюты, они также основаны на алгоритме? И такой же ли это алгоритм, который используется и в биткоине? В биткоине используется несколько алгоритмов. Основное изобретение – это блокчейн и модель безопасности, использующая консенсус через доказательства работы, которая представляет собой технологию, позволяющую сети получить безопасную картину того, что текущая главная книга основана на конкуренции. Это центральное технологическое изобретение лежит в основе большинства валют. Я называю это изобретение блокчейна. Но в биткоине есть и другие алгоритмы. Например, такой, который определяет, как выпускается валюта, как часто и как много выпускаются валюты. Другие валюты приняли другие пути развития. Они используют другие рецепты денежной политики. И мы наблюдаем огромный диапазон таких выборов. От валют с гораздо более инфляционной природой, с гораздо большим выпуском объема. И даже до валют, которые используют процентную ставку демерджа, что означает отрицательную процентную ставку, что поощряет потребление и препятствует сбережениям. Таким образом, в качестве лаборатории эти валюты могут выражать очень широкий спектр денежно-кредитной политики и даже политических перспектив. Однако, лежащее в основе изобретение, которое защищает всю сеть, почти что в точности совпадает во всех этих валютах. Из предыдущих показаний мы слышали о майнерах. О людях, которые, я думаю, фактически выпускают валюту или добывают валюту. И были некоторые рассказы в газетах в июне этого года, в которых рассказывалось, что компания обладала более 51% рынка биткоин-майнинга с какой-то квази-разработкой. У такой компании есть возможность получить полную монополию? Может ли компания получить полную монополию и выпускать биткоины? И такая ситуация подвернет ли опасности полностью всю валюту? Если, как, будут ли они иметь полный контроль и как вообще это работает? Я думаю, что важно подчеркнуть тот факт, что назначение майнинга – это защита и проверка всех транзакций. А выпуск валюты является награждением за майнинг. И не путать вознаграждение с основным назначением. Майнинг награждается выпуском валюты за обеспечение безопасности сети. И вознаграждение выступает как стимул для обеспечения безопасности сети. Компания в вашем вопросе, являющаяся организацией по майнингу, работает как пул, аналогично лотерейному пулу, что значит, что они не контролируют хэширование напрямую. Они действовали как центральное место, где многие независимые майнеры могли объединить свои вычислительные мощности и использовать их для достижения более плавной окупаемости своих инвестиций в оборудование. Поэтому, играя, например, в лотерею в одиночку, вы можете выиграть, но очень непостоянно. А если вы играете в составе пула, вы получаете более частые, но более низкие выплаты. Таким же образом, поскольку майнинг является конкурентным, одиночки не преуспевают. Их выплаты получаются очень волатильными, поэтому они объединяются. Интересно, что когда G-хэш приблизился, но не достиг 51%, но они достигли более 40%. Это привело к тому, что рынок отреагировал. И реакцией рынка стало то, что индивидуальные майнеры осознали потенциальный риск, по крайней мере, репутационный. При этом я не верю, что был какой-то серьезный технический риск. И начали убирать свои производственные мощности из этого пула, перенаправляя их к операторам других пулов. Вскоре после этого хэшрейт G-хэш I.O. сократился до кумулятивного уровня чуть ниже 30% от общей мощности сети, что обеспечивает очень хороший уровень от защиты индивидуальных атак, потому что это очень большая сумма, но в то же время она недостаточно велика, чтобы обеспечить монополию. С технической точки зрения, майнинг пул или индивидуальные майнеры, достигающие большинства в сети, потенциально могут на короткое время нарушить функцию обработки транзакций в сети. Однако они не могут украсть средства ни у одного из пользователей, не могут перенаправить средства ни у одного из пользователей и не могут аннулировать транзакции пользователей. Они могут лишь только их задержать процесс обработки. Так что это не настолько большой риск, насколько многие люди полагают. И за счет имеющегося рыночного механизма мы уже видели раз за разом, что эта система может самокорректироваться. Уточните, пожалуйста, это просто лишь метод обмена или это естественная валюта? Например, если у меня есть иены, а я нахожусь в Канаде, я совершенно ничего не могу купить. Я должен пойти в банк и обменять их там, потому что никто их не принимает. В итоге, я должен пойти в банк, обменять их на канадские доллары для того, чтобы чего-то купить. И ситуация аналогична в каждой стране. Но в каждой стране доллар имеет определенную ценность. Так что мои доллары, мои канадские доллары торгуются по разной цене, скачут вверх-вниз по сравнению с американским долларом. Но у меня по-прежнему канадские доллары. Угу. И по сути он не меняется в отношении канадских продуктов, если только продукты не сильно зависят от импорта. Имеет ли сама виртуальная сфера какую-то собственную стабильность? Другими словами, если что-то в Европе стоит один биткоин, и у меня есть один биткоин, могу ли я купить за этот один биткоин, даже если стоимость этого биткоина изменилась по отношению к валюте моей страны или американскому доллару. Обменный курс между биткоином и отдельными валютами, такими как евро, канадский доллар, доллар США и так далее, имеет достаточную ликвидность. И поэтому на самом деле возможен арбитраж между различными валютами. А это значит, что покупательская сила одного биткоина одинаковая независимо от того, какой курс национальной валюты. Отклонения крошечные. Потому что при серьезных отклонениях, если я могу купить биткоин дешевле за канадские доллары, а продать дороже за американские доллары, то это сразу создает возможность для арбитража между двумя рынками. И это именно то, что и происходит. На самом деле, даже в большинстве случаев арбитраж для биткоина гораздо более эффективный, так как перемещение биткоина между биржами происходит практически мгновенно, независимо от границ. В то время как в традиционных финансовых рынках подобное перемещение гораздо сложнее. Таким образом, разница между национальными валютами очень быстро выравнивается, и колебания отсутствуют. Покупательская способность моего биткоина, несмотря на волатильность, в целом одинакова для любой национальной валюты. Предвидите ли вы время, или скажем, движемся мы ли мы в том направлении, когда люди во всем мире будут оценивать, покупать и продавать вещи в биткоинах, независимо от того, что происходит с национальными валютами, только лишь по той причине, что происходит большая экономия на обмене и так далее. Это то, куда мы идем в этом направлении. Я верю, что в долгосрочной перспективе биткоин будет достаточно стабильным с точки зрения волатильности, чтобы можно было оценивать вещи непосредственно в биткоине. К этому моменту биткоин станет почти универсальной валютой с точки зрения ее полезности в интернете. По крайней мере в интернете это сделало бы его чрезвычайно конкурентоспособным по сравнению с национальными валютами с точки зрения простоты использования и гибкости. И это я ожидаю, что произойдет. Однако это будет еще только через несколько лет, когда волатильность такой валюты позволит вещи оценивать непосредственно в биткоине. Окей, вы позволите мне время еще на один маленький вопрос. Биткоин можно хранить, скажем, если сенатор Герстин купил, и я не знаю где он хранит свой биткоин. Где вы храните свой биткоин? На собственном кошельке или вы храните его на виртуальном кошельке? Как вы храните свой биткоин? Вы это можете сделать? Окей, это может быть немного слишком технически, но я все равно дам вам некоторые идеи, а именно то, что биткоин на самом деле не хранится отдельными лицами, он хранится в сети в публичной книге, где хранятся записи у кого есть биткоин. То, что хранится у сенатора Герстина – это ключи, которые позволяют ему подписывать транзакции. То есть, по сути, это контроль за деньгами через подпись, чтобы получить к ним доступ. Как хранить ключи – это отдельный вопрос. Есть много способов, но по сути это просто числа. Так что для своей собственной защиты я распечатал их на куске бумаги и поместил в физический носитель. Также у меня есть ключи, контролирующие меньший объем биткоина. Скажем, сумма на мелкие расходы. Они хранятся на моем мобильном. Также часть есть на моем домашнем компьютере. А еще на аппаратном кошельке, который я сейчас пробую. Но ключи от основного объема я распечатал на физическом носителе, потому что это безопасней. Их нельзя взломать. Вам нужно вломиться в мой дом. Как вы знаете, компании и различные бизнесы осуществляют очень много транзакций. Это тысячи и миллионы транзакций в день. Может ли биткоин обеспечить это? Вы можете, например, выплачивать зарплату, например, для тысячи людей или 500 или 200 без каких-либо проблем с помощью биткоина? Делать отчисления или… Не только это можно делать. Люди уже делают, да? Но даже программист среднего уровня может это сделать, используя несколько строк кода такого языка, как, например, питон. Получая доступ к целой финансовой сети и давая инструкции ей для того, чтобы это сделать. Это просто очаровательно. И не только это. Можно также осуществить транзакции тысячи различных людей, живущих в 100 различных странах. Что практически невозможно сделать с сегодняшними деньгами. Так что, если вы хотите выплатить зарплату, и многие компании из технологического мира, например, Google выплачивает десяткам тысяч различных филиалов вознаграждения за рекламу. И их затраты по выплате этим компаниям, разбросанным по всему миру, огромные. Так что, возможность автоматизации и использования единой валюты для электронных платежей может быть осуществлено и экстремально быстро. Это может быть сделано экстремально эффективно и глобально. Мне нравится. И недорого. И очень дешево. Пожалуйста, сенатор Малтей. Спасибо, господин председатель. Прежде всего, короткий вопрос. И комментарий к некоторым вопросам. Я согласен со своими коллегами, сенатор Кэмпбелл, который сказал, что у людей определенного возраста могут быть и некоторые сложности с попытками это попробовать. Председатель покупал технику в биткоинах стоимостью около 200 долларов. Он никогда не говорил нам об этом, и я не знаю в результате, чем все закончилось. Не уверен, сохранилась ли она, но, конечно же, это не ваша проблема. Вы говорили, что пользователи биткоина, возможно, могут предсказать, каков будет в будущем объем выпущенной денежной массы. И если пользователь биткоина, например, такой, как наш председатель, может знать, какова будет денежная масса через будущие 30 лет, то, на мой взгляд, для министра финансов такая информация будет очень полезна. Он может использовать это на будущие 5 лет, неважно. И, на мой взгляд, вы определенно, если вы можете сказать, какова будет денежная масса через будущие 30 лет, то эта информация будет очень ценна. Конкретно в случае для биткоина, так как он создан для имитирования процесса извлечения драгоценных металлов, эту прогрессию, то абсолютно возможно предсказать с очень высокой точностью, каков объем валюты будет доступен на рынке в любое заданное время. Но это не обязательно значит, что объем может удовлетворить спрос. Или это правильный объем, мы просто знаем, каков будет этот объем. Я знаю, что сейчас мы можем с очень высокой точностью предсказать, каков у нас будет запас золота на следующий год. Так как сейчас добыча происходит по очень предсказуемому графику, аналогично и с биткоином. В этом конкретном вопросе я думаю, что любой секретарь страховой компании, когда они устанавливают аннуитет, например, наперед в 30 лет, в состоянии сделать хороший прогноз для цифр, которые, вероятно, окажутся вполне реалистичными. Поэтому им не нужен биткоин для того, чтобы установить, какой будет денежная масса через 30 лет. Они могут сделать обычную экстраполяцию, и это очень простая математическая формула. Это может сделать секретарь. Но есть один вопрос, который меня озадачивает. Как вы думаете, будет ли биткоин-система дублировать нынешнюю банковскую систему? Банки способны адаптироваться к любому типу новых технологий. И всемирная банковская ассоциация, я думаю, когда дело доходит до капитала, вероятно, делает огромные инвестиции в технологические исследования по цифровым валютам, большим, чем когда-либо может стать биткоин. Да, биткоин, или скорее изобретение, лежащее в основе биткоина, технология блокчейна, это изобретение, которое окажет существенное влияние на будущее банковского дела. На самом деле, у меня было несколько переговоров с банками, которые очень заинтересованы в использовании подобных систем для создания более эффективных сетей внутри банковской системы. Например, сегодня многие клиринговые операции, такие как перевод средств по всему миру или клиринг акций и покупка акций, выполняются посредниками. Биткоин позволит банкам обрабатывать их в децентрализованной сети, самостоятельно моделируя ту же технологию, что и биткоин. Более того, банки развивающихся стран очень заинтересованы в использовании биткоина для расширения услуг в областях, где они не могут развернуть инфраструктуру. Я думаю, что аналогично тому, как телекоммуникационные компании вначале интернет восприняли как угрозу, а сейчас содержат полностью все свои сети поверх интернета. Банки в конечном итоге найдут способ использовать эту технологию. И я не удивлюсь, если очень большие части системы финансовых услуг в конечном итоге будут работать на основе технологии, очень похожей на биткоин. Возможно, сам биткоин. И это меня подводит к тому, чтобы задать вам следующий вопрос. Не создается ли у вас впечатление, что вас завлекла данная технология слишком преждевременно, так как банки никогда не позволят вам иметь такой широкий простор для деятельности. И я говорю не только о канадских или американских банках, я говорю о банках во всем мире. Я не думаю, что банки оставят это без реакции. Я понял, что это довольно успешная технология. Молодежь этим сильно увлечена. Но я не думаю, что банки дадут себя раскулачить. Потому что биткоин – это не целостная организация, а попросту виртуальная. Да, на самом деле, я помню ту же самую дискуссию, когда идея о том, что Международному союзу электросвязи будет мешать или даже каким-то образом угрожать эта зарождающаяся технология, называемая интернетом, на первый взгляд выглядела нелепо. И идея о том, что мировые лидеры позволят интернету предоставлять людям свободу выражения мнений была абсурдной. А также идея о том, что интернету будет позволено подрывать волю тиранов по всему миру, и что он не будет мгновенно отключен, когда они почувствуют, что он угрожает их власти, была также абсурдной. И все же все эти вещи произошли. Я считаю, что биткоин, расширяя права и возможности людей, и особенно людей, которые даже не имеют доступа к банковским услугам, о которых мы говорим, создаст собственную процветающую экономику, которая не будет угрожать банкам, а откроет для них новые возможности. В конце концов, как и в случае с телекоммуникационными компаниями, многие из старых моделей будут фундаментально нефункционирующими, а многие из их старых источников прибыли перестанут существовать. Сегодня дальнемагистральная сеть связи AT&T полностью уничтожена, а скайп доминирует в этом пространстве. Тем не менее, AT&T не сдалась. Они стали крупнейшим в мире интернет-провайдером. И в конечном итоге я считаю, что валюты, подобные биткоинам, уничтожат определенные отрасли, особенно высокодоходные отрасли с низким уровнем обслуживания, такие как международные денежные переводы, которые по своей природе являются эксплуататорскими. Однако они откроют и новые отрасли, новые продукты, новые услуги. А экономическая деятельность, которая станет возможной благодаря объединению миллиардов людей в полностью подключенную глобальную финансовую систему, будет намного больше, чем потенциальный риск, который это может представлять для прибыли действующих компаний. Спасибо, председатель. Сенатор. На этом завершается первый раунд, но у нас впереди еще раунд два. И в настоящий момент в моем списке присутствует Сенатор Блэк, Сенатор Масси Кот и Сенатор Грин. И перед тем, как передать слово Сенатору Блэк, и в своих комментариях, которые были очаровательны, вы упомянули тот факт, что одним из главных мотиваторов вашего личного участия в этом является технология, которая принесет людям по всему миру огромные возможности, которых у них нет в настоящий момент. Поправьте меня, если я не прав, но господин Гейтс в своих благотворительных пожертвованиях в Африке использует цифровую валюту под названием M-PESA, верно? Не могли бы вы немного рассказать о том, какое влияние на ваш взгляд или последствия биткоин или M-PESA или любая другая цифровая валюта в целом будет иметь для Африки? Конечно. M-PESA – это увлекательное исследование для тех из нас, кто интересуется цифровыми валютами, потому что оно показало, что можно сделать, когда цифровые деньги с легким освоением внедряются в среду без необходимости в массивной инфраструктуре, в среду, в которой нет хорошо развитых банковских услуг. M-PESA начинался как эксперимент, который позволял людям делиться минутами мобильной связи среди друзей и среди своих семей к кенийским телефонным провайдерам. Я представляю, что она стала валютой в очень обыденный момент. Например, такой, когда покупатель пришел в магазин и понял, что у него с собой недостаточно денег, чтобы купить десяток яиц. Сказав, могу я вместо денег передать вам несколько минут мобильной связи? И в этом простом концепте родилась валюта. Что восхитительно с M-PESA, это то, что за 12 лет существования она представляет собой 40% ВВП кений, что является ошеломляющей суммой. И это представляет собой распространение того, что было в значительной степени подпольной экономикой, основанной на наличных деньгах, и той, которая была неликвидной, негибкой и очень медленной в работе, и ускорение ее, обеспечивая огромную ликвидность и текучесть в экономической системе. В настоящий момент биткоин не готов к тому, чтобы его легко было внедрить на самой распространенной платформе в мире, которой является многофункциональный телефон Nokia, Nokia 1000, которых насчитывается миллиарды. И поэтому для этого требуется немного больше инфраструктуры, чем в текущий момент. Но постоянно мы наблюдаем сближение двух тенденций. Во-первых, биткоин применяется на все более и более простой технологии, и мы уже видим его использование посредством обмена текстовыми сообщениями SMS. С другой, падение стоимости производства смартонов Android, приближающейся к 25$. Уже существуют приложения в биткоин-пространстве, которые позволили бы одному Android-телефону поддерживать тысячи простых SMS-клиентов и давать им биткоин-кошельки, что, по сути, позволило бы маленькому ребенку из Лагоса, Нигерия, купить Android-смартфон и стать банком, обслуживая тысячи клиентов, одновременно предоставляя доступ эквивалентной терминалу Western Union, кредитной организации для покупки кредитов, а также компании, предоставляющей торговлю на всех рынках мира. И это на простом телефоне Android и телефонах, поддерживающих SMS. EMPESA нам показала, что это возможно, а биткоин этот феномен делает глобальным. И когда мы говорим о людях, не имеющих доступа к банковским услугам, по оценке Всемирного банка 2,5 миллиарда человек совершенно не имеют такого доступа, живя в обществах, основанных на наличных деньгах. Но это крайне недооцененная проблема, потому что если мы посмотрим на типы банковских услуг, которые у нас есть в западном мире, возможность, которую имею я, получить доступ к брокерскому счету с доступом к любому из международных рынков, чтобы конвертировать любую валюту, которую я хочу без контроля, чтобы перевести деньги в любую страну мира, которую я захочу опять же с минимальным контролем, и использовать ее в качестве обычного потребителя, это очень-очень-очень далеко от того, что есть у большинства людей. И если мы посмотрим на таких людей, у кого есть только одна валюта, закрытый счет, который не имеет доступа к кредитам на международных рынках и торговым возможностям, более 6 миллиардов людей в мире живут с таким видом банковских услуг, и 2,5 миллиарда из них вообще не имеет банковских услуг. Биткоин может кардинально изменить эту ситуацию, менее чем за десятилетия. Пожалуйста, сенатор Блэк, а за ним сенатор Месси Котт. Большое спасибо, господин председатель. Еще раз хочу высказать вам свою благодарность за ваше вовлечение. Невероятно интересно. Буквально несколько финальных моментов, которые пришли мне на ум. Я хочу сделать вывод из ваших комментариев, вытекающих из того, что спросил сенатор Оренгет, о том, что в ходе этого слушания мы изучаем возможность, которая может существовать для Канады в области инноваций, если мы все сделаем правильно. Можете вы лаконично сказать, в чем эта возможность заключается? Что ж, я думаю, здесь есть два аспекта. Первый – это чистые исследовательские технологические инновации, которые могут существовать в сфере биткоина. Одна из вещей, которую я хотел бы подчеркнуть, это то, что биткоин – это не просто деньги для интернета. И рассматривать его просто как деньги для интернета, значит упускать главное. Биткоин – это интернет денег. Валюта – это лишь первое приложение. Валюта – это приложение, работающее в децентрализованной сети. Основанной на доверии, основанной на технологии блокчейна. А это значит, что будут и другие приложения. Валюта биткоин – это почти то же самое, чем была электронная почта в 90-х. Она способствовала развитию интернета. Оно стало критическим приложением, которое сделало интернет жизнеспособным и полезным для людей. Но оно не могло открыть нам глаза на бесконечные возможности, которые появились позже. Веб, который мы не могли себе представить в ранних 90-х. Такой как Facebook или сегодняшний Twitter. Так что валюта биткоин – это всего лишь верх айсберга. Это прототехнология, которая действительно позволяет людям использовать эту распределенную сеть доверия. Но будут и другие приложения, и они уже развиваются огромными темпами. Так что с точки зрения изобретения и исследования это невероятно. Второй аспект – это мысли об расширении банковских услуг. И даже несмотря на то, что в Канаде население с высоким уровнем банковского обслуживания, пробелы внутри страны все еще есть. Я знаю, что в США около 18% населения имеют очень ограниченные банковские возможности. И вероятно, что это верно для большинства развитых стран. В нашей стране есть места, где люди имеют очень ограниченный доступ к банкам. Я думаю, что сочетание проведения первичных исследований и инноваций в этих новых технологиях и открытие банковских услуг для доступа к различным уголкам этой страны и обездоленным слоям населения является очень мощной комбинацией, особенно если мы воспользуемся преимуществами международных аспектов этой валюты. Большое спасибо. И последний вопрос, если председатель позволите. В чем ошибся штат Нью-Йорк? Я думаю, что они ошиблись во многом. Первое – это поспешность в принятии быстрых мер регулирования. Но большая ошибка в регулировании биткоина совершенно по такому же принципу, по которому работает текущая банковская система и невозможности увидеть разницу между биткоином и текущей финансовой системой. Единственная аналогия, которую я могу придумать, это если бы в протоинтернете Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов решила, что интернет, что интернет – это просто сложная форма кабельного телевидения и требовала бы лицензии от каждого оператора веб-сайта. Такой результат почти наверняка уничтожил бы интернет-индустрию в США. Однако из-за огромной потребности такого инструмента это бы не повлияло на интернет-индустрию в целом, просто вынудив бы эту инновацию развиваться где-то еще. Я думаю, что рассматривать биткоин как прото-банковский счет с некоторыми причудливыми функциями значит упускать суть, а регулирование его как таковое полностью задушит. Это немедленно ставит его на игровое поле с действующими операторами, связывает их такими же правилами и вынуждает нас вести себя скорее как банк, хотя его уникальной характеристикой является то, что он не является банком. Большое спасибо. Спасибо, председатель. Спасибо. Следующий – сенатор Массикот. За ним – сенатор Грин. Спасибо. Еще раз спасибо. Один технический вопрос, более важный с технической стороны. Во многих странах и провинциях есть налог с продаж, а также подоходный налог. Для продавцов, использующих вашу валюту, уже существует программное обеспечение? Я знаю, что для моей доллары и карты фискальные машины достаточно сложные. Они уже существуют? Легко ли им вести бухгалтерский учет, платить налог с продаж, собирать налог с продаж? Это уже есть? Абсолютно. На самом деле с биткоином проще, потому что публичная главная книга содержит все записи обо всех транзакциях. Это как моя полная выписка из банка в онлайн с первого момента использования биткоина. Я плачу налог с продаж штату Калифорнии за бизнес, который я вел, продавая товары за биткоин. Я также плачу свои подоходные налоги в доллар США на основе дохода, который я полностью веду в биткоинах. А учет я веду в обычном бухгалтерском ПО. И это ПО делает все расчеты по транзакциям сразу. Верно, но оно все еще достаточно громоздкое, потому что модальности все еще достаточно отличаются. Например, в моем обычном банке, то есть в традиционном банкинге, у меня открыты 4-5 разных счетов. В биткоине у меня намного больше 2000. Так как для биткоина есть смысл создавать новый счет для каждой отдельной транзакции. Это даже не счет. Поэтому попытка применить такую же модель приведет к затруднению в работе, но программное обеспечение разрабатывается. Позвольте вас спросить, хоть вы и ответили на вопрос, но то, как я это вижу, это крайне безопасная форма передачи, анонимная форма передачи собственности. Вы можете называть это валютой, и сейчас вы используете это для валюты с точки зрения бартера. Но я предполагаю, что это может быть использовано во многих вещах, включая обмен имуществом. Сегодня у нас есть куча юристов и нотариусов, которые подтверждают безопасную передачу недвижимого имущества. Но мне кажется, что это приложение можно было бы использовать очень-очень часто и много-много в различных направлениях. Приведите мне несколько примеров, как эта технология может использоваться на благо общества в будущие пять лет. Есть несколько очень интересных приложений, в которых децентрализованная главная книга используется в виде публичного журнала для самых разных вещей. От регистрации велосипедов до регистрации автомобилей и акций компаний. Два дня назад я был на биткоин-конференции, в которых пара расписалась. И впервые их брат был зарегистрирован в блокчейне. Блокчейн использовался как регистратор для их контракта. Вы можете использовать его для регистрации прав и документов на собственность и передавать эти права и документы на любую форму собственности, включая транспортные средства и недвижимость. С помощью простой электронной транзакции вы можете передать документы на автомобиль. Что еще лучше и что более важно, автомобиль может искать собственное имя, автоматически делать себя пригодным для использования новым владельцам. Эта концепция называется смарт-собственностью, когда собственность признает своего владельца через запись в блокчейне. Все формы децентрализованной регистрации могут быть реализованы с помощью блокчейна. Более того, вы можете выпустить общий сертификат или любую другую форму токена, которую можно обменять на долю моего трафика и получить взамен токен, который я могу потратить на использование чужого трафика, создавая возможности для совместной экономики, аналогично тому, как мы делаем в Airbnb или в каршеринге. Мы можем делать многие из этих вещей, используя цифровые токены. Здесь, в Торонто, есть компания, которая разработала приложение, позволяющее после отправки транзакций в блокчейн разблокировать дверь, например, для квартиры Airbnb. Таким образом, ваш смартфон сначала совершит платеж, а затем также откроет дверь в квартиру и получит доступ к этому имуществу. Очень хорошо, невероятно, но один маленький вторичный вопрос. Я не понял, зачем блокчейн понадобился для этой пары? Почему? Он испугался жены? В чем проблема? Зачем это было нужно? В значительной степени это было символическим и доказательством концепции. Эта пара уже была жената в соответствии с традиционным законом штата. Однако, они хотели сделать запись своего брака в журнале, который был бы общедоступным, неподдельным, полностью неизменяемым во времени. Такая запись обеспечивает постоянное сохранение того, что произошло, неизменную историю, которая в течение часа не может быть изменена никем и будет сохранена в истории с заданными параметрами транзакции. Дверь в спальню ни тому не откроется, верно? Автоматический доступ. Наш завершающий вопрос от сенатора Грина. Большое спасибо. Я действительно понимаю вашу точку зрения об опасностях неуместного или преждевременного регулирования. Потому что мы не до конца понимаем, куда это движется и темпы изменения достаточно велики, и мы не хотим на них влиять. Я не думаю о темпах изменений или о том, к чему они могут привести, но мы должны написать отчет, и в отчете будут рекомендации. Итак, мой вопрос следующий. Какова будет ваша реакция на отчет, в котором будет содержаться только лишь одна рекомендация, и она будет следующая. Не применять никаких регулирований и вернуться к пересмотру этого через пять лет. Я думаю, это было бы очень хорошей идеей. Я думаю, что есть места, требующие уточнения. Например, уточнение налогового статуса для физических лиц или, по крайней мере, разъяснение прав физического лица делать выбор в валюте, которую они используют в качестве потребителя, и подтверждение законности использования цифровых валют во всех формах коммерции, как полного эквивалента любой другой национальной валюте. И признание этого как частную форму сделки по займу, признание соответствующих принципов, которые я считаю нейтральными принципами, но это принципы просвещения, которые являются свободой ассоциаций, свободой слова, свободой совести. И поэтому я думаю, что устранение этой двусмысленности в этой конкретной области для личного использования было бы чрезвычайно полезно. Я согласен. Большое спасибо. Господин Антонополос, ваша репутация предшествовала вашему приезду. И вы, возможно, помните, что в своем вступительном слове я представил вас не как биткоин-гуру, а как действительно биткоин-гуру. Что вы, сенатор, я думаю, что я мог бы сказать от лица всех членов комитета, что вы более чем оправдали эту репутацию. И мы это очень ценим. Большое всем спасибо. Собрание завершено. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»